Продолжение следует... 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 Я даже не буду говорить о социальных сетях по маркетингу особенно, потому что я так думаю, что есть очень много полезной информации, которую вы можете найти и бесплатно по этому поводу. Я знаю, есть очень много публикаций, и это можно найти достаточно свободно и бесплатно, и работать именно в этом отношении. Тем не менее, я не являюсь специалистом в маркетинге, чтобы рассказывать вам действительно об каких-то деталях, но не буду также говорить вам о ТикТоке, хотя сейчас все говорят о ТикТоке, но вы можете здесь увидеть то, что ТикТок сейчас имеет 50% возрастной категории от 18 до 24 лет. То есть мы говорим также о нацеливании каких-то коллег, клиентов. Я сейчас не нацеливаюсь на данную категорию возрастную, и возможно, кто-то хочет больше узнать об этом, но мы не будем говорить об этом, не будем говорить и о селфи, и о такой информации. О чем мы будем говорить все-таки, это будет каким образом управлять отношениями, такими отношениями между вами, близкими отношениями между вами и социальными сетями. Что имеется в виду? Социальные сети могут быть достаточно эмоциональными для вас, они могут быть достаточно сильными эмоциями для вас. Это то, что вы можете любить, ненавидеть, вы действительно будете тратить очень много времени на это. Но это также может что-то быть тем, что сделает лучше вашу жизнь, и мы про это поговорим также. И давайте посмотрим на ингредиенты, которые помогут переводчику наладить эти отношения с социальными сетями. Итак, вы должны выбрать свой сюжет. Что имеется в виду? Мы не говорим, что это сказка. Вы должны более-менее знать, какой стежкой, какой тропой вы можете пойти. Вы должны знать, какая именно платформа может вам предложить, что именно, и каким образом вы можете это достичь. И вам надо выбрать именно ту самую платформу, которая вам поможет из того множества, которое там есть. Найти и загрузить контент туда, и таким образом достичь тех целей, которые вы хотите достичь. Итак, мы переводчики, и мы должны говорить правильным, на правильном языке. Вы, конечно, можете что-то написать на LinkedIn, вы можете использовать какой-то свой подход там, но такой же подход не подойдет на Инстаграме или на Твиттере. На Фейсбуке тоже не такое будет, потому что на Фейсбуке будет похоже, но не такое. В нашей работе мы должны уметь учить другие языки и проговаривать на этих других языках. Например, на LinkedIn вы можете установить, поставить, что у вас есть такой-то язык А, например, родной язык, Б, язык другой, или мы говорим Б, мы себя устанавливаем, что мы устанавливаем какие-то правила. И вы действительно, если вы просто расскажете о себе, возможно, вы не будете выделяться каким-то образом от других людей. Если вы не будете выражать себя, вы действительно не будете сами собой. Возможно, вы будете обманывать, но нельзя обманывать онлайн. Такой обман позже или раньше все равно всплывет наружу. Вам необходимо знать, что... Ну, и вы, конечно, можете сказать, кто там это проверяет, кто там смотрит. Но это неправда. Вы должны принять во внимание, что вы говорите с людьми, налаживаете диалог с ними. И люди могут уловить, что некоторые вещи, которые вы написали, они есть реальными и правильными. И любые отношения, которые вы говорите, там, может, какая-то истерика, гнев, будет какой-то дискуссия. И вы должны, конечно, знать заранее об этом. Возможно, будет какая-то дискуссия, которая будет такая подогрета. И вы должны уметь, возможность охладить это все. Вы должны, действительно, если вы можете, хотите присутствовать в социальных сетях, то желательно уметь взять себя в руки. И сейчас мы переходим уже к следующему слайду, когда мы говорим о том, что есть важным для социальных сетей. Это иерархия потребностей Маслу, пирамида его. И здесь указываются те потребности, которые нужны человеку, те потребности, которые нужны вам для того, чтобы жить хорошей жизнью, чтобы быть счастливым. Эти аспекты, они действительно хорошо, они важны в нашей бытовой жизни каждый день. Мы видим здесь такой четкий треугольник. И в базе у нас есть красный физиологический, далее чуть выше – это безопасность. Что это значит? Как мы это можем связать с социальными сетями? Мы говорим о том, что у нас есть физиологические потребности. Мы хотим покушать, мы должны найти ресторан. И что мы тогда делаем? Мы просто делаем пост об этом, например, в TripAdvisor. И мы действительно делимся этой информацией в зависимости от нашей потребности. Следующая потребность – это безопасность. Также можно проиллюстрировать, например, по проверке безопасности в Фейсбуке. Вы можете получить много информации о том кризисе COVID-19, который разразился недавно, о том, как уберечься. Это то, что безопасность. И вы можете узнать также, что получилось, что не получилось в сдерживании данной пандемии. И это мы говорим о физическом, физиологическом уровне потребностей, которые мы можем также показать онлайн. Затем у нас есть также любовь, принадлежность, почтение, самоактуализация. Что это означает? Когда мы заходим онлайн, мы делаем что-то онлайн активно, мы ищем людей, которые любят нас, которым мы нравимся. Мы знаем, что мы также сами ищем людей, которые нам приятны. Через какие-то компетенции мы также делаем посты об этом. Мы также взаимодействуем с другими человеческими существами таким же образом. Это просто все перешло в онлайн, в социальные сети. И то, что я хочу сказать, до того, как вы будете какой-нибудь пост заводить в социальной сети, вы должны знать, какие у вас цели, что вы ожидаете от этого. И вы должны понимать, что после одного поста вы не обязательно станете какой-нибудь звездой. Вы должны знать, что вы хотите достичь каким-то своим постом. И вы должны понимать также, что это очень похоже на подход бизнеса к социальным сетям. Мы можем, конечно, смотреть в Инстаграме котиков какие-то интересные картинки. О чем мы говорим, социальные сети это для того, чтобы получить репутацию, о том, чтобы узнать, что происходит вокруг и в профессиональном плане, и в плане безопасности. И это означает, что вы также можете и предложить что-то миру. Почему вы хотите показать? Мир, посмотри на меня. Вы должны действительно иметь что-то такое солидное, предоставить ему. Конечно, вы можете показывать картинки, комментировать что-то и так далее. Но если вы действительно хотите творить контент и делать такую репутацию онлайн себя, вам действительно нужно объективно указать, что вам нравится и что вам не нравится. Работать в социальных сетях, в какой-либо социальной сети. Вы можете это сделать, но вы будете, в принципе, распространять свои внимания, свои усилия. Вы должны попробовать себя в том, в чем вы сильны. Возможно, например, если вы не любите смотреть, ненавидите смотреть на себя на селфи, возможно, инстраграм это не ваше, потому что вам не удастся на рефлектированном уровне работать в этой социальной сети. Возможно, вам не нравится общаться или, например, с кем-то, то и LinkedIn тоже не для вас. Или вам нужно будет менять свой тон или использовать новые регистры, если вы будете на LinkedIn. Мы говорим не только о вас, но и о том, чего вы хотите достичь. Мы говорим также о том, какая ваша аудитория, чего она ожидает от вас и какой будет реакция на ваши записи. Все эти вещи, все эти элементы вы должны учитывать. Я не сказала бы, что это такие человеческие аспекты. Многие из нас, к сожалению, не такие уж молодые для того, чтобы быть гражданами цифрового мира. И это означает, что социальные сети – это не наш родной язык. Мы не выросли на Фейсбуке или на других социальных сетях. И, возможно, вы уже выросли в этом. И это означает, что вы двуязычный человек. Вы используете офлайн язык и онлайн язык. Это чудесный ресурс. Но или вы, или я в таком возрасте, что вы не выросли в этом, то вы должны выучить этот язык. Вы должны выучить этот язык так же, как вы учите любой другой язык – английский, французский. То есть вы должны учесть те элементы, которых требует такой язык. Возможно, вы понимаете этот язык, но вы не очень комфортно чувствуете себя, когда разговариваете, а если общаетесь на этом языке. И вы, как переводчик, должны учитывать что? Вы должны или учитывать свой уровень владения этим языком. Не нужно общаться на том языке, на котором вы не умеете общаться на профессиональном уровне, которым вы не владеете на профессиональном уровне. Если у вас уровень С1, и вы общаетесь на нем, если у вас нет этого уровня, то лучше не использовать и не общаться на этом языке. И я извиняюсь у переводчиков, если я очень быстро говорю, можно сказать, территорию. Еще один очень важный момент, который нужно рассмотреть – это время. Время очень важно. Что я имею в виду? Если вы посмотрите на этот слайд, там написано, в среднем люди используют соцсети. Например, в прошлом году использовали… В день они проводили практически полтора часа в соцсетях. Но это не бизнес соцсети, это просто соцсети. В общем, это означает, что если вы планируете использовать соцсети, вам нужно и тратить минимум полтора часа на Фейсбук, потом смотреть на фото друзей на пляже. Также вам нужно работать, потому что вы же переводчики, или устные, или письменные переводчики. Я думаю, что среди вас также есть письменные переводчики. Также вам нужно дальше жить своей жизнью, и вам нужно профессионально руководить своим аккаунтом в соцсетях для развития бизнеса. И написание в соцсетях каких-то статей требует очень много усилий. Нужно запланировать, подобрать содержание, нужно проследить, чем занимаются люди, чем занимаются ваши конкуренты, и что вообще происходит, например, в то или другом направлении. То есть вам нужно очень внимательно планировать все, чем вы хотите заниматься. Потому что время, это действительно может составлять проблему, и быть проблемой. Время может быть проблемой. Именно то, что вы уже хотя бы полтора часа тратите на соцсети, тот факт, то есть может свидетельствовать о том, что вы должны определить для себя, сколько времени вы готовы в течение дня посвящать соцсетям, сколько из этого времени будет выделено только исключительно на бизнес. В противном случае вы просто утратите над этим контроль, у вас будет перенагрузка, большая нагрузка, и у вас произойдет просто, вы перегорите в этом. Например, вы скажете, это все хорошо, Сара, но я не знаю, что я вообще должен делать, с какой платформы, с каких соцсетей мне начинать. Я знаю и мы здесь, и вы там, и вы слышали про Твиттер, и о Фейсбуке вы слышали, кто-то теряет популярность, кто-то набирает эту популярность, тот же ТикТок, это все очень интересно, это, например, тот же интересный скриншот для снимок текущей ситуации. От аналитиков соцсетей вы видите информацию, что невзирая на какие-то скандалы вокруг Цукерберга, вы видите, что соцсеть Фейсбук остается пока что лидером. На втором месте Инстаграм, Линдкин, это данные на основе опроса менеджеров в соцсетях, то есть людей, которые используют это для маркетинга, но люди, которые работают с маркетингом в онлайне, в интернете, что они делают? У них за популярностью первая Фейсбук, потом Инстаграм, ТикТок пока что пасет задних. Но мы сейчас в последнее время очень много слышим о ТикТоке, когда я услышала, я начала рассматривать и думать, что с ним можно делать. Он действительно работает, если он действительно работает, то как его можно использовать? Там весело, интересно, там интересные видео. Возможно, вы станете будущей звездой на ТикТоке, будучи переводчиком. Если мы посмотрим на эту картинку, мы увидим, 16% маркетологов планируют увеличить свои мероприятия, количество мероприятий в сети ТикТок, но 3,4% в этой диаграмме, то есть 74% это люди, которые не планируют использовать ТикТок для маркетинга. Это люди, которые дальше смотрят видео, смешные видео с домашними животными, но вы видите, что они только смотрят и не планируют использовать в своей работе ТикТок. Вы должны проанализировать сначала эту информацию, прежде чем вы примите решение, куда вы будете направлять свои усилия как переводчик. Эта информация находится в свободном доступе, то есть вы должны рассмотреть всю информацию, прежде, перед тем, как вы будете тратить свое время, свое усилие на то, чтобы построить, например, прекрасную запись ТикТоки, но чтобы все эти затраченные вами усилия не были лишними. Еще одна интересная картинка, на которой мы видим, что самым важным для маркетологов социальной сетью является Фейсбук. Эта сеть обозначена здесь синим цветом, не зря на то, что Фейсбук уменьшил свою часть, свою долю с 61 до 59%, Инстаграм увеличил свою часть из 14 до 18%, а Твиттер упал с 4 до 3%. Фейсбук и дальше остается самой значимой социальной платформой для, например, опять-таки для маркетологов. Это для того, чтобы вы понимали, у вас сохранялось понимание текучей ситуации. Я не буду вдаваться в специфику СММ, но если вы, например, посмотрите на мой доклад и решите, что если вы, например, смотря мой доклад, ждете каких-либо открытий, то я вам, вас должна разочаровать, я вам ничего уникального не сообщу. Фейсбук никуда не делся, невзирая на всю критику, на все негативные какие-то аргументы против Фейсбука, Фейсбук и дальше остается на лидирующих позициях. Вы также можете использовать социальные сети различным способом. Я уже говорила ранее об этом. Если вы, например, подключаетесь к интернету, есть очень много способов с максимальной пользой использовать соцсети. Это означает, что вы сами себя должны публиковать в соцсетях, возможно, вам не нравится это, может быть, вам не нравится показывать и выставлять себя на показ в соцсетях, речь идет о каких-то фото, возможно, вам не нравится, когда люди на вас смотрят. Я уже говорила вам о том, что нужно использовать правильный язык, соответствующий язык для той или другой сети. Вы не должны бояться, что вы можете что-то не так сделать. Но, честно говоря, я сама никогда никому не хотела говорить о том, что тот или другой человек должен делать. Нужно прежде всего дать вам какую-то инициативу, дать вам какую-то информацию, а уже потом вы будете использовать ее таким образом, как вам кажется лучше. Я не буду советовать вам, что для вас будет лучше, какой подход для вас будет лучше. Даже если вам не нравится публиковать, например, какие-то записи о себе или какую-то информацию, которая касается вас, все равно польза от социальных сетей для вас может быть очень высокая. И возможно вы очень много теряете полезного, если вы отказываетесь от использования соцсетей вообще. Вы можете в пассивном режиме собирать информацию, собираясь информацию в соцсетях. Вы должны просто создать учетную запись, свой аккаунт. Это занимает буквально 5 минут вашего времени. Вам не нужно ничего публиковать. Вы просто должны сесть и решить, на кого вы будете осуществлять подписку. И все, дело сделано. Вы можете изучать информацию относительно того, что происходит в вашей области, какие-то мероприятия там происходят, какие самые новые разработки там появились. Если вы были в соцсетях, то вы, наверное, видели, насколько много людей говорит об удаленном синхронном переводе. И если вы, например, подключитесь просто к этим соцсетям, вы получите бесплатный доступ к неимоверным объемам информации. У вас также появится доступ к информации, которую люди выдают бесплатно. В то время, если бы у них было больше смекалки и стратегического мышления, они бы не делали этого и давали бы свободный доступ только ограниченное количество информации. И тут мы снова возвращаемся к очень известному и популярному удаленному переводу. Например, публикация собственных фотографий во время удаленного перевода. это круто, это классно, и вам вы должны делать то, что вам нравится. Вы начали это делать, вам это нравится, приносит удовлетворение, но учитывайте все, что вы делаете, указывает вашим коллегам прежде всего на то, что вы работаете, показывает, какой компьютер вы используете, какую гарнитуру, и четвертый, пятый, шестой, вы рассказываете людям о себе с профессиональной точки зрения, и эту информацию вы предоставляете им бесплатно, учитывайте это, принимайте это во внимание, потому что своими действиями вы делаете именно это, такие процессы происходят, и другие люди смотрят, возможно они что-то записывают, тоже вы можете делать, будучи на своем месте, то, что могут делать другие, почему бы не сделать этого вам, если вы в пассивном режиме используете социальные сети. Еще один пример пассивного использования соцсетей, который можно использовать, это присоединение к группе, которая, например, как правило, объединяет профессионалов из одной области, людей, которые, возможно, интересуются одними и тем же, и зарегистрированные в Фейсбуке, в Лендкине, это группы, в которых вы можете следить за тем, что происходит в этих группах, там публикуются, выкладываются актуальные статьи, интересные для вашей профессии, какие-то новости, происходит какое-то обсуждение, и все это как будто вы пришли на вечеринку, но вы пришли на какую-то вечеринку и стоите где-то рядышком с бокалом коктейля в руке, но внимательно смотрите за всем, что происходит и слушайте, что происходит. То же касается социальных сетей, вы можете присоединиться к группе, но не вкладывать что-то своим активным участием, вы можете начать общаться с коллегами, расширять сеть связей, но это не обязательно. И снова такие, есть такой классический трюк, который вы можете использовать, например, я поделюсь своими советами, это то, что вы можете делать. Вы можете сказать, Сара, да, ты абсолютно права, но я, например, не знаю, как работает твиттер, я ненавижу твиттер, мне там некомфортно, я там абсолютно никого не знаю, меня никто не знает, как мне начать работу? Одним из способов вы, наверное, все-таки найдете каких-то людей, которые занимаются тем же, чем и вы, и вы их знаете физически, непосредственно некоторых людей вы знаете в реальной жизни. Итак, посмотрите на их профиль, за кем они следят, у кого они, возможно, есть также человек, за кем вы будете следить, и таким образом вы сможете также расширить свою сеть из людей таких похожих на вас. на ваших последователей. И посмотрите, да, вот этот человек, вот эта девушка, вот этот мальчик, они интересны для меня, я буду следить за ними также. И таким образом вы можете действительно достаточно пассивно использовать такие социальные сети, то, что таким образом может достаточно много дать вам. и также что нужно посмотреть, почему и зачем людям также делиться тем своими вещами в жизни, в социальных сетях. Люди, конечно, любят делиться тем, что у них есть в жизни, они хотят также поделиться тем, что у них есть в жизни, они не любят другое. Таким образом, если у вас есть достаточно времени, я бы просто попросил вас, зайдите в любой аккаунт социальных сетей и посмотрите, выберите человека, который вам очень нравится, там, любого человека, неважно, и вы можете это сделать дома, можно сегодня вечером, и попробуйте понять, почему вам понравился вот этот человек, какая есть причина. Есть миллионы разных аккаунтов, из которых выбрать, и также много причин, по которым вы можете любить или не любить данного человека. онлайн вы можете действительно выбрать такого человека, и вам это понравится. Вы много чего сможете узнать о таком человеке. Вы можете также узнать это самостоятельно, и таким образом взять себе вдохновение. это может быть такой пассивный подход, может быть и более активным. Что мы можем говорить о багаже? Это так называемая матрица контента, которая была опубликована в New York Times, и в этой графике вы можете выбрать по типу контент, который вам нравится. контент должен быть занимательный, вдохновляющий, образовательный, убедительный. И когда вы создаете такой контент, будьте активными. Что значит быть активным? Вы действительно можете ответить потом на критику. Зачем вы это делали, например, среди ваших друзей, например? Вы конечно можете проверить это на своих друзьях, насколько это будет хорошо, до того, как это предложить миру. И каким образом вы можете быть активными, если вы хотите быть активными, если быть более присутствовать в социальных сетях. И например, если мы говорим о сетях таких, как LinkedIn, Facebook, которые многие профессионалы знают, вы можете достичь намного большего. Посмотрите на человека, который вам очень нравится, и попробуйте связаться с таким-то человеком, и напишите ему, ваше выступление на такой-то конференции было замечательным, и посмотрите, действительно ли дальше уже как снежный ком, это все пойдет очень также важно давать благодарность людям, это конечно когда вы благодарите людей за то, что они сделали например для вас, это очень важно, и это не остается незамеченным, это очень круто, классно, и действительно иметь такое склад ума, это действительно важно в социальных сетях, и также когда мы говорим вовлечение, вовлечение это важно в плане том, что действительно мы можем теги ставить человека, привлекая внимание такого-то человека, возможно им это не понравится, но ничего, даже если какая-то будет негативная отрицательная реакция, это все равно может помочь вам лучше быть узнаваемым, помочь вам в строительстве вашей репутации, эффективное взаимодействие может дать вам действительно очень многое, как Джонатан Дауни заметил мы все вчера слушали Джонатан Дауни если вы помните он сравнивал переводчиков уровня Феррари или более таких попроще переводчиков и вот здесь мы видим твит Джонатан Дауни и также был Андрей беседен он также там упоминается в любом случае Андрей что-то сказал о его презентации Джонатан в свою очередь сделал твит об этом что случилось тогда у Джонатана 3210 последователей фолловеров у Андрея 237 фолловеров но он не был очень активным он только подписался на твиттер в прошлом году ну а Джонатан тег поставил на UTIC конф у UTIC конф 697 фолловеров это не так мало не так много но мы говорим конечно сравнивая 3210 плюс 237 Андрея плюс около 700 UTIC что значит что Джулия нам ответила Джулия ответила на Андрея тег и поблагодарила Джонатана и отвечая конечно из-за того что UTIC конф там же была и как вы видите и Виктория Мороз там была а а уже у нее 51 тысяча фолловеров и Джулия 1500 599 фолловеров получила и он был здесь он говорил тогда и уже бесплатно он получил такую узнаваемость вовлеченность и Виктория и Андрей и Джонатан всем это понравилось и мы видим что Джонатан он очень узнаваем в социальных сетях и это создало каскадный эффект эффект лавины и вы можете увидеть какой же все-таки потенциал у социальных сетей и таким образом вы также можете например сделать твит на Сару Куменетти что здесь была презентация Сары и когда каждый из вас сделает твит и тогда такой результат максимизируется что я хочу сказать Джонатан очень умен в использовании социальных сетей и он очень мало времени потратил на свой твит но результат который он получил он восхитителен это действительно классная вещь которую он сделал это иллюстрирует этот пример очень хорошо и конечно же есть еще что нибудь сказать поэтому то что вы хотите сказать что если вы агент влияния возможно сейчас мы вы таким не есть но данное слово агент влияния оно в первый раз получилось в 1662 году и Мириам Вебстер показала его определение и мы не знаем конечно какой имидж вы покажете им какая картинка помните что вы есть картинка что вы есть тот имидж поэтому подумайте сразу до того как постить что-то что именно как получится в итоге и то что я говорила ранее я говорила в прошлом году делала опрос по социальным сетям по переводчикам по конфиденциальности сейчас очень много все говорят о конфиденциальности о аиг и другое это все в новостях было и мы должны говорить о конфиденциальности и так далее какие наши приоритеты что случилось я пыталась действительно вот спросить у людей что такое конфиденциальность для них ранее мы говорили что конфиденциальность это то что могу ли я или не могу использовать информацию с данной конференции включая те материалы которые там есть фотографии и так далее но что есть эти конфиденциальность это очень важно но тем не менее у меня ответа на это нет я спрашиваю этот вопрос у вас так чтобы мы все вместе знали что является конфиденциальность потому что действительно конфиденциальность это не только то что у нас может быть на презентации powerpoint но даже просто находиться в какой-то комнате вместе в какой-то определенный период времени это тоже может быть поэтому проводя какой-нибудь перевод будьте осторожны не показывайте имена людей не показывайте лица людей конфиденциальность это то что является краеугольным камнем нашей профессии мы мы не должны отходить от этого принципа и с самого начала конечно начинать это все с себя я профессор байгори говорил нам в женеве это вот я здесь вы видите тоже викторию и мы как раз говорим в женеве сейчас переходим уже к следующему используйте свой мозг и это действительно так важно что социальные сети действительно имеют свои последствия например здесь например есть вот ассоциация Кинг они говорят о том что когда пользователи соцсетей получают положительную обратную связь их мозги разрывает от допамина таким образом социальные сети действительно могут влиять на нас физически химически и действительно показывать физические реакции которые проявляются в вашем теле в организме и это уже показывается в их отчете и действительно что в каких-то конкретных случаях социальные сети могут повредить людям психически ну и вы должны также знать используете ли вы конструктивно социальные сети то что вы видите здесь это взято из блога и поддерживать репутацию онлайн тяжело когда каждый человек с аккаунтом соцсети есть потенциальным критиком с выходом на глобальный рынок каждый человек может социальные сети могут действительно и повредить и помочь человеку и мы конечно должны понимать те ограничения которые у людей есть и если мы говорим о том что мы выражаем свои отношения в соцсетях мы действительно просто пишем о чем-то насколько мы можем других людей неправильно понять которые пишут о нас или мы можем писать неправильно о других людях как мы можем расстроить их повредить подумайте всегда перед тем как пост какой-нибудь размещать чтобы это не повредило кому-нибудь и чтобы тот пост не воспринимался негативно социальные сети это действительно это может быть проблема для каких-нибудь тинейджерам потому что мы уже говорили о исследованиях которые уже были несколько слайдов назад в сухом остатке мы должны знать как правильно использовать социальные сети будьте осторожны в использовании соцсетей не всегда конечно это может закончиться негативными последствиями для вас конечно нужно проверять на ком-то пройдет ли какая-нибудь публикация хорошо и все ли действительно получается все ли но действительно очень сложно иногда чтобы не очень сильно входить туда не сильно эмоционально быть там и даже если вы очень огорчены если у вас приступы ярости старайтесь себя немножко успокоить сразу просто не заходите в соцсеть чтобы размещать что-то что может кого-то обидеть потому что это действительно может привести к каким-то необратимым последствиям как для вашей жизни так и для других людей и это действительно если вы будете посты делать которые могут повредить репутации кого-то особенно если в какой-нибудь ассоциации находитесь вы можете попасть в проблемы вы можете также в такие же проблемы получить как онлайн так и оффлайн мы должны таким образом помнить о тех проблемах которые могут привести использование социальных сетей stefany sarcus .com сайт показывает тоже что мы должны помнить всегда помните о времени то время сколько вы будете тратить на развитие соцсети особенно сейчас то что недавно случилось во время пандемии ковид некоторые страны в которых были проблемы с самого начала они в других странах вообще ничего например в соединенных штатах по сравнению с италией вообще ничего такого не было мы видели что американские переводчики приходили на работу как ничто не случилось на конференции ездили и так далее итальянцы показывали мы не работаем а они работают что же делать о боже это может быть концом моей карьеры боже мой ничего ничего страшного вы должны просто справиться с этим быть более приземленным такая динамика конечно что мы можем попасть в ловушку такое сравнение да также важно поставить извещение в режим офф когда мы выходим если мы выходим оффлайн если у нас нет доступа к социальной сети занимайтесь чем-то более продуктивным можете даже на неделю на месяц выйти из соцсетей и результаты могут быть достаточно интересными конечно наш мозг может обманывать нас но так же мы можем обманывать наш мозг сейчас социальные сети являются стимулом для нашего мозга и таким образом мы переходим уже к завершению я хочу чтобы мы с вами завершили это чтобы мы знали что случается когда если вы делаете что-то не просто из-за того что я говорю вам чтобы вы это делали а просто чтобы вы знали что вы можете получить это если вы это сделаете то вы можете попасть в проблему знайте правила как художник например вы должны знать свои ограничения это таким образом если кто-то не нравится если кому-то не нравитесь вы ничего страшного это можно пережить ну и как я уже сказал ранее мир переводчиков он быстро течен достаточно и время также самое быстротечное в моем и спасибо большое за то что дали мне возможность поговорить и Вика Александр спасибо за имейлы и я также благодарю Виктории всех организаций всем всем те кто причастен к этому замечательному событию и шлю вам лучки добра и также призываю вас присоединяться к моим страничкам и к моим страничкам где я которую я не использую для бизнеса для переводческой какой-то деятельности и пожалуйста делитесь своими пожеланиями об этой презентации я надеюсь что вам будет теперь полегче в социальных сетях намного комфортнее чем это было я очень очень надеюсь что вы наслежат презентации все спасибо Сарас огромное спасибо я даже не пыталась остановить я даже не хотела вас останавливать спасибо за впечатление каскадного эффекта за вот этот пример который показали с твиттером и огромное вам спасибо за это и сейчас давайте перейдем к вопросам Наталья меня зовут Наталья Гронос спасибо ваша презентация была невероятно полезной и интересной и вопрос я работаю с двумя языками это английский и греческий и хотела бы спросить что вы думаете по поводу профилей которые я хотела создать должно ли это быть два профиля или принадлежащие двум отдельным языкам или же просто писать на двух языках в одном профиле что бы вы порекомендовали возможно упоминать разные профили или же какие бы вы социальные сети порекомендовали очень рада что вы задали этот вопрос я надеюсь что эта презентация была полезна всегда рада новым друзьям и хороший вопрос вы задали я итальянка у меня такая же проблема некоторые мои фолловеры говорят на английском а некоторые только на итальянском и поэтому тут проблема с целевой аудиторией и факт в том что мы не такие менеджеры SMM у нас есть какие-то ограничения по времени есть ограничения в рыночных условиях которые мы сталкиваемся нужно все делать проще если вы постите только на греческом тогда вы просто ограничиваете свою аудиторию если что-то будет полезным для италии итальянца я сейчас скажу что здесь нет какие-то определенные вещи что вот это нужно делать а это не нужно делать и это вот мой совет но если в вашем случае это греческий язык возможно нужно постить на греческом добавьте тут немножко такого флора греческого и это также может быть полезным для людей которые находятся внедрись для них это тоже может быть полезным и например я не говорю на греческом я не смогу даже прочитать понять о чем о чем вы пишете и перевод здесь не лучший помощник и поэтому честно скажу что нужно быть реалистом было бы хорошо завести и греческий аккаунт и еще другие возможно на разных или одних и тех же платформах здесь все зависит от ситуации и я бы сказала не тратя много времени только то которое вы можете посвятить этому только то время которому вы можете посвятить активности в социальных сетях и вы должны сами решить когда уместнее запустить что-то на греческом когда на английском поэтому даже можно писать с таким слэшом вначале на греческом а потом на английском как будто вы такой блоге то что вы делаете это будет тогда коммуникация и поэтому нужно задуматься об этих вещах спасибо Сара и еще один вопрос меня зовут Марина Митиконска спасибо за великолепнейшую презентацию и у меня вопрос о КПА я постоянно вкладываю в СММ и что это по-вашему это какое-то количество работы или какое-то количество усилий направлено на это это еще один хороший вопрос это сфера маркетинга как я сказала уже сегодня одного часа достаточно много чтобы говорить безумку и поэтому нужно понять что ты делаешь онлайн и что бы сказала посоветовала все зависит от того цели которые были поставлены если они были если я начинала в твиттере и ничего о нем не знала была такой темная лошадка для меня и я даже не знала что же мне сделать зачем он мне поэтому первая цель для меня была не получить фолловеров я просто хотела знать кто здесь ключевые блогеры в твиттере инфлюенсеры в твиттере и я начала работать над этим аспектом и тут я поняла что вот этого этого и того человека мне бы интересно было бы его стать его фолловером и это такая основополагающая работа такая домашняя работа и когда эта цель выполнена нужно ставить себе другую цель и тут я бы порекомендовала следующее очень сложно измерить а сколько же мне дает СММ социальные сети я пытаюсь работать в последовательном переводе и люди видят меня на сцене когда я работаю последовательным переводом и это все в копилочку добавляет к видимости к такой известности и тут сложно понять какая же работа пришла ко мне из онлайн социальных сетей или же из такой видимости на сцене и поэтому можно что-то лайкнуть можно где-то поставить тег но нужно понимать что это также привносит свою частичку но здесь нужно понимать а как же оценить качество работы в социальной сети то есть все тут зависит от изначальных целей поставили цели потом определите те ручные инструменты цели основы платформы на которые будут начаты различные ваши профили и после всего этого нужно понимать что много всего может измениться и все зависит от ваших целей то что на что я бы обратила ваше внимание извините последний вопрос потому что Роб Девинсон уже на связи он уже ждет вас мне очень было приятно с вами общаться все в твиттер я также являюсь вашим фолловером и в ютик также замечательное событие и все всем пока субтитры